друзья всем добрейшего утра понедельник 19 февраля премия 7 41 минус 7 температура подморозило у нас но это хорошо потому что я вчера помыл автомобиль значит начинается рабочая неделя чем я вас конечно же всех и поздравляю выезжаем на работу и вы посмотрите все у нас практически уже светло как-то быстро пролетело до то время когда уже начало светать да я когда-то по моему на 23 февраля снимал тоже с утра ролик вот здесь вот стоял на этой аллее уже было светло нас 23 это будет когда пятницу я думаю в пятницу уже мы будем ехать стран на работу уже будет вообще светло так что блин все весна весна практически пришла ладно полетели новую рабочую неделю будет что поснимаем короче всем приятного просмотра погнали так сегодня водителя подрабатываю на уазе один водитель на выходном 2 с утра с температурой приехал я равно куда ты такой будешь есть заражать только все отправил домой сам сил смену поменять короче съездил для дорога в лесу конечно ужас поэтому уаз выручает в этом случае горит abs к датчик надо поменять так все поехали дальше к сегодня к обалденная погода вообще значит 11 12 едем на город по работе и плюс заеду съемник поменяем менял масло брал все съемник это улоги в прошлом видели он не подошел он большой поэтому сейчас заеду поменяю я договаривался что если не подойдет то я привезу обменяю взял с собой фильтр масляный кача час заедем смотрите друзья сколько в лесу воды а тут такое болотца и вот блин в этом месте если кто знает перед александровкой едешь тут даже запах такой как канализация какой-то вот как на честных где-то так болотом здесь шмонит блин хотя тут рядом вообще ничего нет сзади маршрутчик херачит и на своих маршрутках как на самолетах носятся все заменил значит а съемник вот он магазин это кто местный ухту и жлобина знает это бывшая галиласка блин до хрена у них конечно всяких этих съемников автомобильных каких-то принадлежности короче вообще мазина кучетки походил как по музея поизучал это не реклама просто так все едем дальше так смотрите эту не показал значит вот он съемник мр логан 7612 но этот уже точно подходит значит вот так вот он выглядит 12 грани 76 это значит диаметра 12 ранее этот нас ранее вроде точно так как в том фильтре но здесь другая и также по-другому он сделан и вот он так чуть вот плотненько насаживается на фильтр и все отлично подходит поэтому все съемник у нас на будущее есть у блядь и россия у нас отдел так ну а фильтр этот уже в помойку потому что это фильм был у него даже покоцал когда снимал на обычной цепочкой его снимал так едем дальше смотрите на какую я рыбу пойду 07 миллиметра леска шучу это малой там сумку делает или что хочу какой-то такой фигней занимается мне этот мужик говорит что что-то сейчас мода пошла на вот эти все плетения бисеры с леской взял две штуки чтобы что точно хватило так едем дальше всем добрейшего утра сегодня вторник 20 февраля не знаю какая температура потому что на ларгусе еду уже с самого утра на город надо сегодня у алисы спросил какая повода говорит через три часа начнется снег и будет продолжаться течение следующих суток хрен его знает по небу таки не скажешь что снег собирается поживем увидим а так все нормалек едем на сегодня такой день будет длинный потому что планирую еще после работы после работы на работе остаться вот ладно поехали машина китайских по набирали на это на российских набирах кто-то в гости приехал черы хвалы короче пипец но и как видели в предыдущем ролике братан мой на ситраке работает ну там новый автомобиль а до этого он европе работал на дафи и на мане ну тоже новое и говорит тут ситрак это в принципе подобие мана я-то по техничке грузовиках не сильно шарю знаю что только там автомат коробка хрен его знали робот это мотор 480 коней кабина там пневма на пневмоподушках ну блин комфортом ну реально такой хороший говорит точно ничем не хуже мана по комфорту не знаю как по надежности поездит посмотрим но когда он там с рейса вернется когда у него там перерыв будет я обязательно съезжу и засниму вам это убранство салона вообще как живет современный дальнобойщик в пути блин ну чтобы это сравнивать надо быть дальнобойщиком тех лет а у меня такой есть это мой отец и когда он проехал на этом ситраке ну как сбоку проехал за руль конечно же никто не садился там не это хотя у отца есть категория или она сейчас CE называется грузовик с прицепом говорит да это конечно не та работа которая была у нас а у меня отец отработал в девяностых начала двухтысячных он работал на вот этом камазе лупатом даже который был еще без турбины я с ним помню на москву ездил несколько раз и блин как он на подъем неохота шел там буквально на первое приходилось подъемы скарабкиваться сейчас конечно у дальнобойщика есть и холодильник и морозильник и системы эти все круиз-контроля там камеры херамеры мягкая все все на пневмо все на подушках блин ну конечно не сравнить с теми условиями как раньше когда отец говорит едешь в рейс в ту же саму например москву но много вообще он объездил и все там страны постсоветского пространства и украина и россия и казахстан ездил и по моему прибалтику он тоже гонял прибалтик это тут близенько едешь с собой куча инструментов и всякой всякой херни и в дороге крутишь этот автомобиль короче блин там можно сказать камаз этот был собран собственными руками поэтому даже в дороге если что случалось понятное дело что он это все оперативно устранял есть у меня также на работе еще водитель тоже тех лет он в рейсе ездил ну не на грузаиках у него там газель такая была раньше газели на газоне он ездил так тоже рассказываю что это вообще с собой и комплект сцепления возили и запасной генератор возили ну я про ремни там и прочее вот ремешок потерялся про это я молчу ну то есть даже возили с собой узлы какие-то короче это в лет был треш ну люди ездили работали молодцы и вот именно ну реально блять уважуха сейчас дальнобойщики конечно уже не те они говорят что они там плохие водители нет водители они классные и ну наверное это даже правильно что водитель он должен быть водителем а не слесарем ну получается так что если дороге что-то случится то наверное современный дальнобойщик ничего с автомобилем со своим и не сделает потому что автомобили уже высокотехнологические у дальнобойщиков как правило нету ни хрена никакого инструмента только колесо там поменять ну и в общем уже не те времена да он сзади коллега моего брата едет так ладно что-то затрудился и опять погнали ну короче мысли вы поняли да мужики и водилы вам реально опять огромный респект потому что работа у вас и тогда и сейчас не из легких да комфорт комфортом но то что это опасная работа никто не отменял ни тогда ни сейчас поэтому удачи вам на дороге блин ну и берегите себя знайте что вас ждут дома все полетели смотрите как днепр разлился сейчас оно все замерзшее но это вода не вся воды будет еще больше здесь да воды будет еще намного больше ну в лесу еще снега лежит в некоторых местах сантиметров под тридцать сама река еще стоит замерзшем я не знаю вот сколько сегодня по-моему я ехал на минус три было на сцене где с утра ехал минус два минус три но вчера ночью я когда ехал на работу ночью утром было где-то минус семь минус восемь еще все замерзшее ну зато рыбаки довольны как вечер погода ухудшилась все-таки алиса сегодня с утра не обманула она сказала что через три часа да я во сколько где-то пол восьмого спрашивал сказала через три часа начнется снег и не будет прекращаться в течении суток вот вам пожалуйста снег он такой мелкий но гадкий такой ветер холодно и блин короче погода дерьмо едем на ларгусе потихоньку а сценник будет сегодня ночевать на работе все едем домой как у нас снежка насыпало я уже на сценнике стоял он весь под снегом пока я его всего почистил проверил масло надо немного долить маселка но стоял уже сутки значит проверил масло надо долить и так как у меня появился съемник я установил съемник и немножко дотянул фильтр масляный вроде так под нем ну под ним ничего не было я так пальцами провел вроде нормально но чуть-чуть дотянул придачу съемничек уже есть поджал значит что было 9.52 еду на город так всегда по рабочим моментам надо кое-что позакрывать и кое-что по личному сегодня короче велика супруги возьмем ценники пока еще не подросли сейчас заедем мужичу подберем да на улице снег а я за великом поеду короче ладно полетели вот за что друзья люблю сценник велик лежит даже не пришлось сидушки доставать все нормально влезло еще в подарок велику фонарик там габариты короче LED оптика все как мы любим велик тоже со скоростями стелс аппарат так сейчас надо вот это все достать а потом уже будем выгружать велик так что вот без вопросов взрослик ну этот велик взрослый влазит без каких-либо вопросов вот блин это один из таких жирных плюсов сценика друзья всем привет 22 февраля вечер еду с работы там у нас вдалеке город Злобин здесь у нас уже разливчик такой ну не видно правда здесь останавливался снимать ну показать вам как светят вот эти лампы которые я установил завтра заберем еще сами плафоны и будем еще плафоны менять короче они я так понял от очистителя карбюратора они короче просто их разъедала и все так ну чё едем домой все сегодня было нормально это чуть-чуть дали качи было нормалек завтра пятница завтра пятница а впереди выходные ладно не было сегодня сильно что снимать а нет чего не было сейчас подождите вам еще кое-что сниму так он показывал ну говорил что дали в подарок еще и херню эту для велосипеда типа фонарика ну фара смотрите как светит так сейчас на телефоне вырублю чик о неплохо да ну тут по моему есть ближний а есть дальний да вот это яркий это тусклее о блин фокусируйся о ну прикольно вот такой значит фонарик заряжается здесь от юсби там наверно будет этот микро юсби ну ка да микро юсби разъемчик и задний габарит так а как он врубается а вот сбоку ну ка сейчас фонарик вырубим чик о еще наверное не моргать должен на ней просто горит один режим ну блять прикольно прикольненько что тут еще а ну зарядка и крепление для велика короче еще велик максимальной комплектации мешочки эти по сдуала елки палки так все сложил короче вот такое приобретение ну чё погнали домой полетели значит с этого вот ролика где я показывал обзор на товары которые мне пришли до посылки мне останется установить розетку как раз машина встречка идет мне останется установить значит розетки ну розетку usb двойную и и сигнал блин ну чтоб сигнал установить надо снимать бампер я хочу уже дождаться когда будет потеплее и уже потом все это дело провернуть так еще надо подрулевой кожух снять какой-то блять сверчок здесь живет у меня что-то немного это самое напрягает поэтому я езжу с музыкой так ладно все друзья на сегодня поехал я домой до завтра не знаю завтра будут какие обучения не будут короче значит подсветочку смотрите два плафона точно такие как мой с моим вот что приключилось да я начал его очистителем карбюратора пырскать и походу вот этот весь пластик он тупо от химии потрескался так этот у меня еще держался хотя бы а в том втором вот это крепление тоже обломилось и я его там ну слегка так на двухсторонний сточ посадил короче вот две подсветки автострон подходит с рено спейс за две за два этих плафончика я отдал 37 рублей 40 копеек так все чек все дела конечно это не реклама автостронга автостронгу нахрен не надо рекламы таких блогеров как я потому что у них объемы абсолютно не те просто вот ну реально очень удобно у них что-то покупать заказываешь и вот например к нам в жлобин они привозят два раза в неделю по вторникам и по пятницам привозят всегда на стоянку возле нашего аквапарка ну и все а ты вскрываешь проверяешь если тебя все устраивает забираешь ну даже с лампочками интересно лампочки целые или нет так целая целая короче такие дела все подсветки у нас новые есть и по нашей глупости вернее по моей глупости 37 рублей как с куста так поехал я дальше всем привет сегодня пятница 23 февраля в связи с чем поздравляю всех мужчин моего канала которые именно в этот день празднуют День защитника Отечества я знаю что в Украине этот праздник как-то там перенесен на другую дату но у нас в Белоруссии в России этот праздник отмечается именно сегодня я сегодня уже отработал время 16.06 еду домой забираю дочку забираю жену потому что в 17.00 у нас сеанс в кино лед 3 смотрели не смотрели пишите в комментариях а я чтобы сегодня ехать смотреть лед 3 посмотрел специально лед 1 и лед 2 зашло понравилось хоккей фигурном катании но мне на хоккей нравится так что такие дела поэтому старший у меня уже вам как-то рассказывал увлекается фигурным катанием очень сильно хотела на этот фильм сейчас премьера его идет в общем поедем ее свозим да и самим интересно так ладненько друзья все еще раз всех с праздником а я поехал всем добрейшего дня сегодня у нас суббота поливаем из города время 11 11 11 все нормально 122 чуть больше 2000 оборотов все таки вот сцене сделан блин вот именно для таких трассовых пробегов на сей ветер парусность автомобиля такая довольно таки неплохая и когда порывы ветра конечно надо немножко тачку держать так у нас тут камера сбрасываем пятую так короче что сегодня велика собирал этого которого купили корзинку эту прицепил педали ну короче привел его в рабочее состояние правда еще не пробовал кататься ну в принципе это и не мой велик но сейчас еду на работу надо сегодня поработать так короче все нормально поставил я вчера вот эти вот фонарики ну подсветку номера потом вам покажу не стал их уже не мыть ничего просто взял спичку спичкой вот эти все прорези типа вычищал и все и установил нормально все стало потом вам покажу вот эти лампы подсветка номера которая светодиоды которые я показывал в обзоре а в принципе у меня ролик отдельный будет по ним ну короче их там надо аккуратно так устанавливать потому что они ну довольно таки длинные ну блин светит конечно четко так завтра тоже не будет мне времени что-то с автомобилем делать у меня будет во вторник отгул и во вторник значит повезут малую на медкомиссию и потом во вторник хочу разобрать задний ряд сидений и установить эту избирозетку поэтому вот этим будем заниматься а еще мне тут девчонки значит 23 февраля одну вонючку подарили надо подруливать так назад никого нету и где-то здесь еще вторая сейчас покажу так еще и такой а потом покажу что за ней так потому что вот этой у меня уже наверное вообще не осталось ну блин ну сколько на месяц висела и месяц реально такой запах в автомобиле был ну хороший поэтому вот реально вот эту вот этот освежитель автопарфюм босс от компании пахнет и точка совет реально классная вещь вот смотрите друзья 20 какой сегодня 4 февраля вечер 7 градусов тепла все весна весна уже блин прямо вот рядом то есть даже уже ночью нет намеков на какие-то морозы грязь конечно ужаснейшая ну правда асфальта сухой но вот если свернуть куда-то везде грязь везде блин короче грязно снега тоже хватает особенно в лесу я еду домой еще нормалек тут у нас впереди там моргает я дальний конечно у меня у меня и ближний дальний шикарен просто так что такие дела ну вроде завтра передают ливень не знаю правда это неправда ну завтра посмотрим все друзья в общем воскресенье сразу прошу прощения потому что влог недельный сегодня вернее воскресенье не выйдет потому что сейчас воскресенье время 22.39 и сегодня целый день в работе в разъездах поэтому реально вот не было когда домонтировать и загружать ролик плюс у меня еще один готов ролик по установке всяких там этих приколюк там рамки будут силиконовые подсветка номера что-то еще ну блин просто тоже он еще не домонтирован поэтому я его еще не загружал короче реально вот эта неделя была очень направленная ну просто напросто не было думаю в следующей неделе будет полегче поэтому все доделаем время 22.40 я еще только еду домой так что такие дела в общем все неделя закончилась ролик этот выйдет завтра 26 февраля так что такие дела все друзья у меня хорошо но выходных у меня не было короче всем спасибо большое за просмотр потому что я знаю что влоги мои недельные смотрят мои действительно постоянные зрители реально вам огромное за это спасибо вот ну и конечно вам здоровья здоровья еще раз здоровья а все остальное друзья мы заработаем все погнали домой всем спокойной ночи все всем пока не забывайте все и все 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 все